Дорогие студенты, сотрудники, преподаватели Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова. Завершается 2013 год. Для нашего университета это был год знаменательных событий, успехов, достижений, как наших студентов, как наших молодых преподавателей, так и ученых, которые многое сделали для того, чтобы авторитет университета еще более вырос. В качестве таких знаковых, по сути дела, событий, я бы хотел отметить прежде всего то, что мы активно участвуем в научно-образовательной деятельности, в очередной раз вошли в топ-100 лучших вузов России по версии рейтингового агентства «Эксперт». Плохо это или хорошо? Это, конечно, очень хорошо, потому что это экспертное агентство оценивает не только высшие учебные заведения, финансовые структуры оценивает, крупные корпорации и пользуется международным успехом и признанием. Достижение университета такого уровня, безусловно, связано с тем, что и качество учебного процесса возрастает, с тем, что наши студенты активно участвуют во многих соревнованиях, во многих олимпиадах, и не только побеждают, но и становятся лучшими, и это знают уже не только в нашей стране, но и в зарубежных странах. В частности, совершенно недавно подведены итоги участия студентов, молодых ученых, участвующих в конкурсе в странах СНГ, это Беларусь, это Украина и Россия, крупной английской компанией ДЛК. И наши студенты заняли самые первые места в этом престижном соревновании. Это только один из примеров, таких примеров очень много. Мы гордимся нашими студентами, желаем успеха, хороших знаний и после окончания университета хорошей работы. Большое количество молодых ученых в этом году побывало в зарубежных вузах на стажировках, проведя значительное количество исследований по приоритетным направлениям современной науки. И здесь о наших молодых ученых самые хорошие отзывы из наших вузов-партнеров. Сегодня мы можем сказать, что достаточно большое количество защит прошло в нашем университете. Только в последние дни наступающего уходящего года и наступающего нового года у нас более 10 защит кандидатских и докторских диссертаций пройдут только в наших диссертационных советах. 2013 год ознаменовался и хорошими знаковыми событиями. Мы действительно в рекордно короткие сроки построили бассейн. Этот бассейн пользуется большой популярностью не только у наших студентов и преподавателей, но и у жителей городка Металургов. И это тоже наш вклад в развитие здорового образа жизни в преддверии Олимпиады для жителей города Ижевска. Прошла универсиада. Универсиада – это большое и знаковое событие не только для нашей страны, но и для всего международного студенчества. И в этой универсиаде наши волонтеры, которые обслуживали очень серьезные объекты универсиады, показали себя самой лучшей стороны. Благодарность нашим волонтерам пришла и из Олимпийского комитета, и из комитета универсиада, и от президента Татарстана Миниханова. Мы также гордимся нашими студентами, которые участвовали и в стройках Олимпиады в Сочи. И надеемся, что те объекты, в которых они участвовали, принесут славу и успех нашим спортсменам на этой Олимпиаде. Год был очень интересным, год был знаковым. Он завершается аккредитацией нашего технического университета. Мы просто уверены и знаем, что ту работу, которую мы делаем, она сегодня нужна предприятиям, где качество инженеров должно быть достаточно высокое. И новые требования сегодня предъявляет и президент Российской Федерации, и вице-председатель правительства Дмитрий Олегович Рогозин по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. Я хотел бы пожелать всему нашему коллективу успехов, счастья, свершение всех радостных событий в жизни, особенно в новогоднюю ночь, надо загадать те желания, которые должны обязательно сбыться в 2014 году. И я хотел бы сказать слова глубокой благодарности всем вам за то, что вы делаете для повышения качества образования, для повышения престижа нашего университета. Смею уверить вас, что по этому пути мы будем идти все увереннее и увереннее. С Новым годом! Замечательный коллектив Ижевского государственного технического университета имени Михаила Тимофеевича Калашникова.